Валентина Чибичик В Наринмаре отметили День семьи, любви и верности. 8 июля сразу пять пар молодожен сочетались с браком в ЗАГСе. Одна из пар регистрировала брак в Индиге, четыре в Наринмаре. А семейные пары, которые вместе уже больше четырех десятков лет, вышли в этот день на сцену Дворца культуры Арктика. Там прошел праздничный концерт. Перед концертом прошла церемония награждения. 60 супружеских пар получили общественные медали за любовь и верность. Среди них семья Анатолия и Риммы Хабаровых. Они вместе уже 47 лет. Оба ветераны труда Российской Федерации. Воспитали сына и дочь. Теперь помогают растить двух внучек, двух внуках и правнучку. Стараются им передать секреты долгой семейной жизни. Ругаемся бывает. Но не всегда ругаемся. Ни разу не сходились, ни разу не сбегались. Все мирно решали. А как без этого? Мне кажется, жизнь без споры, без ссоры не бывает. Нормальная жизнь. Всего в Ненецком округе медалями за любовь и верность награждены более 300 пар. Что касается молодожен, то в этом году количество регистрируемых браков немного ниже, чем в прошлом. В целом за первые пять месяцев текущего года в округе официально зарегистрированы 83 новые семьи. Сотрудники ЗАГСа отмечают, что такое снижение характерно для високосных годов. Сельхозпредприятия региона приступили к заготовке кормов. На предстоящий зимний стойловый период хозяйство планирует заготовить более 9 тысяч тонн сена и сеножа. Для сравнения, в прошлом году в регионе было заготовлено чуть более 7 тысяч тонн кормов. Традиционно первыми к заготовке кормов приступили в СПК Сула, поскольку луга хозяйства находится южнее остальных. Как сообщил председатель сельхозкооператива Алексей Коткин, компанию планируется закончить уже к началу августа. Всего необходимо заготовить 900 тонн сена и 780 тонн сеножа. Этого с запасом хватит на имеющиеся поголовья в 350 голов. В СПК Харп сенокоз начнется на выходных. В нынешнем году сельхозкооператив будет заготавливать корм на новом уборочном комплексе. Хозяйству необходимо заготовить корм в пределах 500 тонн сена и сеножа. Также на выходных к заготовке кормов приступят и работники Великовисочного животноводческого комплекса. Всего планируется заготовить 150 тонн сена и 400 тонн сеножа. Работники Омского животноводческого комплекса уже работают на лугах предприятия. Заготовить планируется 225 тонн сена и сеножа. На поля вышли и механизаторы Ненецкой агропромышленной компании. В этом году предприятие заготовит 2,5 тонны сена и 3,5 тонны сеножа. Это на 30% больше, чем было заготовлено в прошлом году. Пешский животноводческий комплекс планирует заготовить 300 тонн сеножа. Предприятие закупает корма у СПК Заполярье. Наринмар стал портом приписки нового траулера Печора. Современное судно Ненецкого рыбак-колхоз Союза зарегистрировано в Государственном судовом реестре под флагом Российской Федерации с портом приписки Наринмар. Об этом сообщил руководитель организации Алексей Детятев. Печора приходит на смену устаревшим кораблям с семи колхозов региона. Ожидается, что на промысел судно выйдет уже в этом месяце. Сейчас завершается подготовка к первому рейсу. Производится настройкой запуск фабрики по первичной переработке, заморозке и упаковке рыбы. Также комплектуется траулерное промысловое вооружение. В акватории Баренцева и Норвежского морея кейпаж судна будет осуществлять вылов сельди, пикши, трески, палтуса, окуня и скумбрии. Добыча и реализация морепродуктов будет безотходной. Так, к примеру, рыбную муку, сопутствующий продукт переработки, будут сбывать в сельскохозяйственный сектор. Такая мука используется в птицеводстве. Также этим летом предприятия планируют завершить модернизацию цеха переработки в Наринмаре и запустить производство кулинарной продукции. Морожка попала под прицел ученых. В Ненецкой тундре изучают северную ягоду. Исследования лягут в основу прогноза урожайности. В посвящении земли Ненецкой в Краевеческом музее открылась выставка известной художницы Ады Рыбачук. В Ненецком округе изучают морожку. В заповеднике Ненецкий начался очередной этап мониторинга урожайности морожки. Проект продолжается четвертый год. Царскую ягоду фотографирует, измеряет и пересчитывает волонтер из Москвы. Мария Мишина – волонтер непростой. Она – кандидат биологических наук. Окончила Белорусскую сельхозакадемию, Институт экспериментальной ботаники и Токийский университет сельского хозяйства и технологий. Здесь, на территории заповедника Ненецкий в Кузнецкой губе, проводит мониторинг морожки, то есть выясняет особенности роста и развития этой ягоды. Чтобы получить объективные данные Марии, приходится обследовать разные участки – ровную поверхность, склоны, низины, болотные кочки. Данные собираются с площади одного квадратного метра. Сколько женских и мужских растений? Высота – от самого низкого до самого высокого. Для чистоты исследований волонтеру приходится делать более 300 снимков в день. В кадре только морожка. Я обследовала несколько популяций морожки и сделала выводы, что морожка, которая произрастает на возвышенных местах, она раньше вступает в период светения. То есть она раньше начнет плодонаносить, и ее продуктивность будет выше, чем у морожки, которая произрастает в низменных местах. Также были собраны биометрические показатели, но данные нуждаются в дальнейшей обработке. За день Мария успевает обследовать около 16 популяций. Ходить приходится много. Но молодой ученый доволен разнообразием и богатством тундры. Наша северная ягода цветет с июня по июль, поэтому на снимке и белые цветы, и уже красные чашелистики с завязью. И еще видны совсем молодые растения. Кроме замеров, большое значение для полноты исследования имеет вес листьев растения. Вот такие невесомые листья взвешиваются с точностью до миллиграмма. Данные фиксируются, а образцы сохраняются в высушенном виде. Именно с ними биологи будут работать в Москве. Еще одна цель исследований – определить, от каких факторов зависит урожайность лекарственных растений на примере морожки обыкновенной. Это поможет ученым составлять точный прогноз урожая. Анастасия Саботович, Мария Кравченко, Александр Дуркин, Кузнецкая Губа, Телеканал Север. 10 июля рыболовы-любители вновь соберутся на Харитоновке. В день рыбака у озера пройдет турнир по рыбной ловле. Традиционно его участниками станут жители окружной столицы и близлежащих населенных пунктов. К турниру каждому участнику необходимо подготовить поплавочную удочку и не более двух крючков. При ловле рыбы разрешается использовать живую или искусственную приманку. Жюри оценит улов участников в личном зачете. Победители определят в традиционных номинациях. Первая пойманная рыба – самый большой улов по весу. Самая большая и маленькая пойманная рыба – самый опытный рыбак по возрасту и самый юный рыбак. Также планируется объявить несколько новых номинаций. Кроме того, участникам предложат выполнить творческое домашнее задание и подготовить эмблему рыбалки. Ожидается, что участие в турнире примут порядка 40-60 рыболов-любителей и свыше сотни болельщиков. Начало праздника в 10.30. Посвящение земле Ненецкой. Под таким названием открылась персональная выставка «Ады Рыбачук». Ненецкий краеведческий музей приурочил ее к 85-летию художницы. Она посвятила Ненецкому округу и жителям Сурового края почти 7 лет творческой жизни. Очень хочется иметь французские духи. А кроме этого у тебя все есть. А кроме этого у меня все есть. Хозяйство у меня тоже все есть. Ларчи – одна из любимых героинь творчества Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. С первого приезда на Колгуев супружеская пара художников полюбила Суровый остров. Его жителям и природе были посвящены рассказы, фильмы, скульптуры и картины. Они рисовали не так, как сейчас рисуют художники, а рисовали с натуры. И вместе с людьми жили, вместе с ними кочевали. И поэтому их работы, мы видим, что они наполнены жизнью. А не то, чтобы они просто взяли и по шаблону нарисовали. А мы видим их настроение, мы видим характер каждого героя, мы видим образность во всех их работах. На выставке «Посвящение земле Ненецкой» представлено творчество только Ады Рыбачук. В этом году художнице исполнилось бы 85. Многогранность таланта хрупкой женщины нашла отражение в сотнях работ. Эти представлены зрителю впервые. Тут и графика, удачная охота, островитянка, морожковые холмы, портреты, живопись. Также впервые были представлены иллюстрации к сказкам народов Севера. Иллюстрации, как и другие 250 картин, были переданы в дар Краевеческому музею. Богатую коллекцию художников дополняют литературные издания. В общей сложности, если все это собрать, они были здесь у нас 7 лет. И Ада Федоровна Рыбачук, она берется за перо и выкладывает все это в рассказы. И дальше выходит у нее несколько книг. В 1967-м две книги, это «Остров Колгуев и запахи земли». И в 70-м году рисуют дети острова Колгуев. Уже после смерти Ады Рыбачук книга с детскими рисунками была переиздана. Сто экземпляров уникального издания Владимир Мельниченко передал Краевеческому музею. Красочную книгу получили и авторы рисунков «Маленькие островитяне» из далеких 60-х. Валентина Чебичик, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В центре внимания русская культура. В Тельвиске завершился молодежный фестиваль «Тельвиска-арт». На протяжении пяти дней под присмотром профессионалов ребята изучали русскую культуру. Прихожане Богоявленского собора во главе с епископом Наринмарским и Мизенским Иаковом совершили крестный хоз в Пустозерск. В этом году он приурочен ко дню чествования чудотворного образа иконы Тихвинской Божией Матери, покровительницы Северо-Запада России. В паломничестве приняли участие более 20 человек. Паломники вместе с прихожанами и гостями по реке добрались до места, где располагался первый город Заполярья. В Пустозерске был проведен молебен на месте Преображенской соборной церкви. Его отслужил епископ Наринмарский Мизенский Иаков. Сотрудники историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск провели для всех собравшуюся экскурсию. Они рассказали о местах, где в конце 15 века появилась столица русской Арктики. Первый заполярный город и форпост русского православия Пустозерск. Самое главное дело, самая главная задача, наш долг, наш ребий, быть действительно достойными тех людей, которые некогда, века тому назад пришли сюда, не покорять эту землю, а соделать ее святой. Эта святость здесь ощущается. Мы все стали в очередной раз ее причастниками. Слава Богу, что мы здесь. Слава Богу, что русская Арктика была, есть и с Божьей помощью будет, с праздником. В Тельвиске завершил свою работу пятый юбилейный окружной форум творческой молодежи «Арт-квадрат», который проходит в рамках государственной программы Ненецкого округа «Молодежь НАО». Ребята в очередной раз показали, что они талантливы, открыты и, как сами они признаются, не лыком шиты. На праздники народной культуры побывала Елена Семеновичева. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Эти слова отображают ту атмосферу, которая царила на протяжении пяти дней в Тельвиске. 17 поющих, танцующих и увлекающихся различными видами искусства молодых людей собрал в одном месте этнографический молодежный лагерь Тельвиска «Арт». Ребята из Оксина, Великовисочного, Тельвиски и Нарьинмара на протяжении пяти дней открывали для себя мир искусств. Каждый из них год от года мечтает и старается попасть сюда, ведь именно здесь они приобретают знания, умения и добрых друзей. Основная его цель, во-первых, собрать на одной площадке активных творческих ребят из разных населенных пунктов. У него и статус такой межмуниципальный. А вторая главная цель – показать, что народная культура – это не что-то инородное. Это то, что привлекает, это то, что нужно знать и чем можно гордиться, это то, что интересно, это то, что сейчас в тренде в России. И нам хочется, чтобы ребята из деревень это почувствовали и использовали уже в своей работе, потому что они ведь не только участники самодеятельности сельских домов культуры, но они еще и сами тоже организаторы мероприятий. Образовательная площадка, которая в этом году празднует свой пятилетний юбилей, первые три года имела статус районного и проводилась на базе села Устье. Уже два года форум имеет статус окружного и проходит в рамках государственной программы Ненецкого округа «Молодежь НАУ». Форум пользуется огромным успехом у ребят из разных населенных пунктов округа. Это и те, кто занимается в области народной культуры, и чтецы, и многие другие активные и молодые ребята. Я посетила «Арт-квадрат» впервые, но для меня он подарил столько эмоций, сколько я не испытывала целый год. Это выступление, это общение с людьми, с творческими, такими же, как я. И, несомненно, этот опыт пригодится мне в дальнейшем будущем, потому что наши великолепные педагоги, которые работали с нами эти дни, безусловно, оставят след в нашей жизни. Больше всего мне понравился день сегодняшний, потому что у нас такие были взрывные эмоции, буря новых ощущений каких-то было, то есть нас зашкаливало это все. Очень понравилось. Я научилась очень быстро учить, потому что в таком темпе, в прошлом году у нас еще было 10 дней, а в этом году я поняла то, что тогда мы еще не торопились. А вот сейчас именно вот эта собранность, этот темп работы, то, что без остановки, еще сплоченности. Собранность и сплоченность ребят научили невероятно талантливые, увлеченные своим делом педагоги, которые были приглашены специально для ребят. Это и Анастасия Колесник, магистр культуры из Москвы, педагог детских коллективов художественной самодеятельности, которая в телевизорку приезжает уже в третий раз. Здесь особая атмосфера. Здесь определенные люди, которые хотят работать, которые хотят получать знания, которые запоминают то, что им говорят, и с интересом воспринимают новый материал. То есть здесь это, можно сказать, знаете, как Александр Сергеевич Пушкин, все равны, как подбор, с ними Галина Александровна. Это человек, который этих ребят держит, который их собирает, который их мотивирует, и такой молодежи мало. Это, можно сказать, золотая молодежь, это сливки современного вообще нашего общества. Кадриль, хоровод и просто русские народные пляски. Научиться их плясать ребята смогли благодаря Дуниной Ине. Режиссер, руководитель киностудии и мастер по русским народным танцам. Она с восхищением отзывается о первой поездке на земли Крайнего Севера и о ребятах, которые здесь живут. Мы с ребятами здесь на Севере пытались реконструировать как бытовые танцы, так и кадрильи, которые вы сегодня увидели в спектакле. Мне очень понравилось работать с ребятами, потому что они настолько талантливые, что очень быстро схватывают материал. Конечно, мало времени было, всего три дня таких плотных, чтобы танцевать, учить текст, петь. Но, в принципе, они справились с задачей. Хотелось бы, чтобы в следующий раз, если все-таки фестиваль будет жить, времени было больше, и мы бы тогда отточили мастерство, и ребята уже стали вообще профессионалами, что смогли бы и других научать таким замечательным танцам. Игры, песни, кадрильи, игра на музыкальных инструментах и сценарное мастерство. Сложна и многообразна народная культура. Всего за пять дней юные дарования продемонстрировали сплоченность, собранность и профессионализм. По восемь часов на сцене и конечный результат – постановка, отрывка произведения Александра Сергеевича Бушкина «Граф Нулин». Елена Семёнычева, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом пока всё. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее прогноз погоды.